ДОНЕЦКОЙ Народной 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 Похожий флаг и подпись разоблачающая имеются Всё как положено Вот же гады! Приехали хороняки с беременными русскоязычными ветеранами бороться Ну а сейчас мы вам ещё кое-какой флаг покажем Ничего не напоминает? У нас есть большое подозрение, что и в Докучаевске, и в Маринке висел как раз он А знаете, чей это флаг? О, братцы, Канада и Дания отдыхают Ведь это флаг Волынской области Возможно, что папа у ваты не силён в географии, но, скорее всего, ребятушки сознательно манипулируют Ведь, согласитесь, боевые канадцы звучат куда сенсационнее, чем контрактники из Волынской области И появились сейчас флаги Канады висят Но самое время перейти к сладкому Помните знаменитую ходилку о неграх, танцевавших на БТР? Едет БТР по улице, на нём танцуют пьяные негры, на тебя автоматы наставляют Казалось бы, перебить такую басуринку достаточно сложно Но мы зачастую просто недооцениваем креатив альтернативно одарённых боевых новоросов Вон, сейчас вам дядька случай с фронтовой жизни расскажет А не приходилось столкнуться с наёмниками странно-толгоючей из Украины? Ну, как? Лично мне, ну, один раз, по-моему, увидели поляков Товарищи у меня тоже рассказывали, негра расловили Негра расловили Уже на этом этапе капитан очевидность сначала упал с кровати А Марго с Либермашей из Донецка хохотали до упаду Короче, приготовьтесь узнать самый главный секрет натовской маскировки Ну, это лето было, ну, нежняры, чёрные, вот Я, говорит, в патрулировании ночью ездил, вот так возле леса, так вдоль дороги, говорит, идёт, говорит, голый, разделся, чтобы его не увидели Я, говорит, няра Ай-яй-яй, представляете, какое коварство Чернокожий наёмник разделся до гола, чтобы затеряться ночью Разделся, чтобы его не увидели, ха-яй-яр Хорошо, хоть что он в таком виде в окоп прямо на спящих новоросов не упал Впрочем, зная Басурина-Сморочка, можно предположить, что эта чудесная история может иметь не менее яркое продолжение Ведь голый для маскировки – это хорошо А вот если бы сказать, что фашисты у чернокожего наёмника даже одежду украли То вообще, премию из Москвы получить было бы можно Ну а в целом, ничего нового Ребятки работают строго по Геббельсу Чем циничнее ложь, тем скорее в неё поверят Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин